Слава Украине! Привет всем от Полонского! Все идет по плану. Да, конечно же, по плану. Что тут говорить? План такой и был. Воевать полтора года, получить звездюлей, положить под 300 тысяч личного состава, точнее лишнего, который стал лишним. Потом уничтожить у себя полностью запас танков, запас артиллерии, запас ракет и так далее. И оставить у себя 20% от боеспособных частей, которые были, подчеркиваю, боеспособных, потому что не боеспособных миллион человек, которые были в 2022 году. Именно такой план, наверное, и был. Если это план, то, конечно, явно не российский. Но неважно. Рашистам все подходит. И вот я к чему веду. Когда все идет по плану, не меняют командующих, не меняют генералов. Что же касается Путина, он уже сменил 12 топовых генералов, которые командовали этим всем действом. То есть он там командующих менял постоянно. Одного, второго, третьего, четвертого. Некоторые из них исчезали. Некоторые из них отправлены... Вот Мезенцев, например, исчез. Помните, был такой на рыбу похожий мясник? Исчез. Ну, похоже, что он поддержал Пригожина. Еще четыре отправлены в ссылку. Это Сердюков, Суровикин, Чайко, Кисель. Ну, там не только Сирия. Там и Сирия, и Африка. К чертовой матери подальше. Разбирайтесь там. В чем дело? Дело в том, что, смотрите, поскольку все идет по плану, Россия постоянно отступает, получает за визгюлей сумасшедшие потери. Я уже не говорю о финансовых потерях. У многих членов генералитета российского лопается терпение. Они понимают, что все идет через зад. Что армию уже помножили, можно сказать, на минус один или на ноль. Что бывшая вторая армия представляет собой посмешище. За военно-морской флот это не то, что посмешище. Это уже посмешище в квадрате или в кубе. И во всем этом они винят трех человек. Путина, если это Путин, Шойгу и Герасимова. Ну, как говорил Пригожин, Шойгу, Герасимов, где там эти самые. Где-то делся Пригожин, ну, понятно, где он делся, его убил Путин. И вот, знаете, такая массовая чистка собственного генералитета и верхушки собственных ЧВК говорит только об одном. Все идет через зад. И никак не иначе. Путин боится собственных генералов, которые обозлились за него, за военные неудачи. Путин начал их тусовать. Причем, знаете, что хорошо для нас, ребята, это то, что на ведущие, на ключевые посты, он сейчас ставит не по принципу подходящести этого человека, не по принципу компетентности этого человека. Он ставит туда по принципу единственной лояльности ему самому красивому. И все. Других принципов нет. То есть, он и ставит любого тупоря, любого дурачка площадного. Ну, типа Шойгу, например, который в армии-то никогда не служил. Зато он зато предан. Зато предан, как собака в рот заглядывает, к Ким Чен Ыну бегает и так далее, и так далее. И вот в этом, конечно, для нас большой плюс, потому что тупые тупари выиграть войну не могут априори. Они способны только пятиться. Они, посмотрите, на фронте наши прочитывают, читают все их действия на 2-3 шага вперед. То есть, они вообще ничего не могут скрыть. Рашисты, я имею в виду. Они просто тупо. Они в день, каждый день 200 метров, 300 метров откатываются назад, назад, километры уходят назад и так далее. То есть, там, где наши атакуют, они везде откатываются назад. Они используют старую уже технику, снятую давным-давно с вооружения. Это тоже признак. То, что используют старую технику или экспериментальные образцы, об этом еще стоит рассказать. Мы видели, например, на фронте самоходку Вена. Ну, это не самоходка, это миномет такой самоходный. Их всего 14 штук было выпущено. И то не Россия, а Азербайджаном. То есть, они у них купили эти самоходки. Это считается новая разработка. И то, что такая вот самоходка, которых у них вот раз, два, три, четыре, пять. И там не одна такая, там несколько таких образцов. Появляется уже на фронте, говорит о том, что больше ничего нет. Берем уже экспериментальное. Брали они, например, еще одна есть БМП. БМП, которая отжата была у Грузии во время войны. Это, скажем так, это БМП-штурм. Или Шторм, как-то так называется. Украина когда-то поставила их Грузии. Это еще было до войны России с Грузией. Россия эти БМП отжала. Около 14 штук тоже, кстати. И вот сейчас они все уже на фронте. О чем это говорит? Это говорит только об одном, а больше ничего нет. То есть, когда экспериментальные и какие-то поштучные варианты пошли на фронт, то массовых вариантов, понятное дело, уже нема. Или есть такие, которые надо восстанавливать очень долго. Либо же они, ну, производство там конца 40-х, начало 50-х годов. Ну, вот этого времени, да, сталинских времен. Но это я уже углубился немножко в дебри. Смысл в чем? Вот это все говорит об одном. Все идет, конечно, по плану. Тут никаких вопросов нету. Спецоперация движется туда, куда и нужно. А знаете, что будет? Чем это все в результате закончится? Вот сейчас еще Кадыров говорят уже, да, там уже. Одни говорят, поехал к Обзону, сильно любит песни. Другие говорят, только собираются уехать к Обзону. Вот, но в любом случае, вот может начаться с Чечни, например, после Кадырова, да? Все же может быть. Сейчас начнут власть делить там. И вот посмотрим, чем все закончится. Потому что, ну, недолго чеченцы будут горевать по Дон-Дону. Они начнут вспоминать друг другу. Увидите сейчас. Кто кого предавал. Кто кого обижал во времена правления Дон-Дона. И тогда это может быть вспышкой. Знаете, чтобы поджечь всю Россию, не надо, собственно говоря, особо больших каких-то событий. В свое время он в Радеевка, сколько у нас наделало шум. И стало таким катализатором, да. Так что ждем, ждем и посмотрим. И вот эти вот все замены генералов, одних, скажем так, генерала, вот когда вот заменили там Суровикина на еще кого-то. То есть мясника заменяют на дебила. Это тоже говорит о том, что все идет по плану. К чертовой матери. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова